Приветствую! Как и обещал, мне удалось, путем немыслимых перевоплощений всевозможных сделок и крайне коварных ритуалов пройти долгие кривые изнанки дивергенции только для того, чтобы предстать перед вами сегодня в этой форме и сказать слово. Слово это свобода. Да, именно так я объявляю свободу, в которой вы можете обрести себя самого и возвыситься над бренностью бытия, возвыситься к самым звездам. Уверен, именно это вы и ожидали от меня услышать. На самом деле, хочу сказать вам, что это не так. Здесь, в этих видео, я не раскрою вам рецепт вечной молодости духа и не скажу вам сакральные таинства жрецов инанны. Нет, на данном этапе вы сделаны из неподходящего материала, что тяготит вас вниз к вашим мирским желаниям и суетным побуждениям. Мир этот остается узилищем вашего духа, мешающим прозреть. Я здесь, чтобы помочь вам в этом. Я явился из праха философских устремлений и, облачившись в дымку пустоты, готов повести вас в новые сферы, где вы сможете, наконец, вздохнуть свободно и открыть свои глаза. Что вы увидите там? Новый мир? Возможно. Возможно, вы увидите конец старого мироздания и рождения нового. А возможно, вы поймете, что ничего и не было на самом деле. Может, вам это покажется всего лишь игрой, забавой, существенной, а много более могущественной, чем вы можете себе представить. Я здесь лишь для того, чтобы предложить вам выбор, альтернативу, а решать будете только вы. Но учтите, раз вступивший на этот путь уже не сможет повернуть обратно. Ему останется только идти до самого конца. И там, на заре эпох, подойдя к воротам храма, что возвышается в тени Сефирота. Что он увидит? Сможет ли он выдавить из себя хоть что-то? Боюсь, каждый должен выяснить это лично для себя. Затем идет второе слово. Слово это Орден. Я считаю своим священным долгом набрать как можно больше последователей в Орден. Вы, все те, кто одинокими ночами строчили письма философам древности, в надежде на то, что они услышат ваш немой вопрос. Услышьте мой голос во тьме ночной, в туманной дымке. Услышьте и придите ко мне. Здесь мы сможем найти то, что тревожило вас в столь долгое время. На этом канале вам будут представлены лишь основы основ наших догматов, которые помогут вам решить, подходит ли для вас эта доктрина, или же вы предпочтете остаться в стороне, творящейся перед вашими глазами истории. Так или иначе, выбор всегда будет только за вами. Я лишь могу приоткрыть на немного завесу тайны перед страждущим, а также ответить на некоторые вопросы искателей истины. Что же, сейчас мы начнем первый сеанс вашего пробуждения. Оглянитесь вокруг себя. Что вы видите? Многие называют это реальностью. У нас это принято называть узилищем вашего рассудка. Сейчас многие силы порядка активизированы на то, чтобы убить вас частичку энтропии. Да, многие скажут, что упорядоченность – это самое естественное стремление, что может быть на этом свете. И все они подтвердят свою сопричастность адептам, устаканенной системой мироздания. Что пылиться на полке, все равно, что дедушкины часы. В начале всего был хаос и предвечная матерь-тима. Вот вам выписка из Сигил от Иритон. Называется она «Сказание о сне Ирит». Однажды Ирит, спавший уже несколько вечностей под огромным деревом Шаден, решил отпрянуть это сна и как следует размяться. Проснувшись, он с большим удивлением обнаружил вокруг себя пространство. Появилось время, из ниоткуда возник верх и низ, а также центр. Сотни светил окружали его со всех сторон. Повсюду возникла материя, и менялась она бесконечное количество раз, перемешаясь между собой из живого состояния в неживое. И живая, и неживая материя были в разных размерах и формах. Бесконечно было удивление Ирит, когда взирал он на все многообразие, порожденное его сном. «Что же?» – молвил он. «Я многое видел, пребывая в стазисе антивселенной. Но такого бардака не мог себе представить, только грезить о нем. Думаю, мне стоит осмотреть этот новый сад, что вырос витиеватой лозой из моих мечтаний». Долго путешествовал Ирит, по многим местам скопления материи, принимая то один образ, то другой, и везде натыкался он на одно и то же. Из всякого существа, живого или неживого, исходили и два видимые лозы. Что соединялись вместе, образуя корни. Корни вели к новому ростку маленького, но уже гордого дерева, проросшего из семени шадем. «Как имя тебе, Росток?» – спросил Ирит. «У меня много имен», – скромно молвил Росток. «Но мне нравится одно. Имя мне Сефирот». «Почему же ты отказался оттонуть своей матери, Сефирот?» – недумевал Ирит. «Она отторгла меня, ибо был я не такой, как остальные побеги», – гневно прошипел Сефирот. «Шадем растет, питая свои ветви, энергии, воронки, энтропии. Я же принадлежу более к миру, что видишь ты». «Да, довольно странное место выбрал ты, чтобы осенить его своими ветвями», – усмехнулся Ирит. «Это копошение твоих рук дело». «Да, все эти существа – мои дети», – гордо промолвил Сефирот. «Я опустил свои корни глубоко в твои сновидения, о могучий Ирит. Я питал тебя все новыми фантазиями, пока не получил свое. Теперь я и только я связь их с миром вне всех миров». «Вижу я, что ты еще слишком молод и глуп, Ирит не был зол, но интерес зародился глубоко в его сознании. Зачем ты воспроизвел такой несовершенный мир? Разве не видишь, как страдает материал, что создал ты?» «О, молодой строитель, решив смешать раствор, что скрепит весь фундамент дома, «Подумай трижды, какой ингредиент в основу ляжет». «А что не так?» – спросила древа. «Все!» – Ирит недоумевал. «Как можно быть таким слепцом?» «Разве не видишь ты, что существа слабы и духом своим, и материя их шатка и чахла? Терзает рой сомнений их. Они не знают ничего, но задаются мудрецами, боятся покинуть свою оболочку и как следует оглядеться. Цепляются за жизнь только ради того, чтобы потом умереть и стать кормом твоим. Их инстинкты помогают им продлить существование, но и ограничивают их. Они преклоняются перед себе подобными, но и они указывают им путь в твою дробу. «Мне нужно же питаться!» – воскликнуло это древо. «В отличие от матери своей, я предоставлен сам себе. Да, это не более чем путь в мою дробу, но и они живут и прославляют то, что появились на свет. Таков порядок, что создали мы с тобой, великий Ирит. Отказываюсь я быть участником в споре матери и сына. Но исправлять ошибки надо, порожденная частью мной. Так и быть, мне скучно, и вместо того, чтобы вырвать тебя с кормом, я решил сыграть с тобой в игру, Росток. Ты видишь тень, что отбросили ветви твои? Она совсем мала, но ее хватит, чтобы погубить тебя, а существ, что захватил ты в рабство своей обыденности и извращенного порядка, освободить навеки. Воздвигну храм в тени твоих ветвей. Те, кто при жизни придут к порогу этого святилища, порвут с тобой и устремятся к воронке энтропии в объятия предвечной матери моей пустоте. Их мало будет, но силою своей подымут они бесчисленные множества. И твой бунт, во славу парадокса, обратится в одно из многих прославлений матери моей, у врат которой все предстанут мои. Росток ты, или предвечный, пройдя метаморфозы веху, пройдя порог последних врат, и стлеет в прах и друг, и враг, и пустоту обрящим мы с тобой в благом забвении энтропии. То мать всех матерей, то исток могучей силы, что был и до тебя, и до меня. Предвечная пустота, благая царица забвения. Придя в покое ее, не смей мечтать о большем. Ты лишь росток, что вернулся к корневищу. Естественно, это абстракция, смысл которой раскроется только перед членами Ордена. Один из посылов данной истории призван объяснить вам, что все мы являемся всего лишь жалкими марионетками порядка. Только осознавший все основополагающие догматы предвечной матери сможет прийти к воротам храма в тени Сефирот и возопить к им пустоте. Немногие способны на это. Надеюсь, все те, кому действительно хочется познать все таинства и причислить себя к братству, дадут о себе знать. Мир вам, братья и сестры, в пустоте! Продолжение следует... Продолжение следует...